Наш медиахолдинг всегда стоит на страже законных интересов жителей Твери и региона. Мы стараемся оперативно реагировать на все сигналы от горожан, которые попадают в трудные ситуации и не могут самостоятельно решить порой непростые вопросы. И сейчас мы расскажем об очередном случае, вызывающем справедливое негодование жильцов многоквартирного дома в Твери. Полное бездействие и игнорирование жалоб. Наша съемочная группа оценила масштабы безхозяйственности. Когда-то этот огромный сталинский дом был несомненным украшением улицы Вакжанова. Он и сейчас довольно солидно смотрится. Однако это если глядеть на него издалека. Когда же заходишь во двор, впечатление меняется. Повсюду здесь сорит запустение. Жильцы жалуются, что их управляющая компания, новый город, пренебрегает даже элементарными обязанностями. Звонила два раза или три в нашу управляющую компанию. Не в курсе дела, что летом косят траву. Вот у нас около первого подъезда там вот такая крапива. Пришли, вот такой маленький кусочек скосили. Бардак сорит даже на мусорной площадке. Там, где должны стоять контейнеры, навалены горы веток от спильных деревьев, которые никто вывозить не спешит. Однако претензии у жильцов дома не только по содержанию двора. В четвертый год мы бьемся с этим отоплением. То есть ребенок постоянно болеет. Мы постоянно болеем из-за того, что нет нормального отопления. То есть уже, грубо говоря, уезжаем на дачу, где есть печное отопление. И там, грубо говоря, ребенка лечим. Потому что там стабильно, все хорошо, сухость. Что дальше делать, люди не знают. Можно, конечно, запустить процедуру отказа от услуг нынешней управляющей компании. Однако многие жители опасаются, что новая УК окажется не лучше нынешней. Отказаться можно, но вопрос в том, где найти достойную замену. Может быть, проще было бы и заставить действующую управляющую компанию выполнять свои обязательства. Я думаю, что это более простой, логичный вариант. Как именно они будут заставлять УК лучше работать, жильцы этой сталинки еще не знают. Однако делать, несомненно, что-то надо. Как говорится, зима близко.